Черныш, Белка, Малыш. Детвора сокола знают каждую собаку. Ухаживая за бездомными друзьями, местные ребята учатся ответственности и милосердию. Сегодня некоторые из них впервые узнали, как бывает больно, страшно и грустно, когда теряешь друга навсегда. В этом дворе несколько часов назад отстрелили двух собак. Население очень много жалуется. Они размножаются, как вы знаете сами. Размножаются, как говорится, не по дням, а каждый месяц появляются. И поэтому мы по жалобе, по заявкам производится такая работа. Ну вот и все. Все это законно делается. Но ведь убивать собак на глазах у детей нельзя. А кто на глазах у них? Кто из них скажет, кто убивал собак этих? Никто не убивал. Их усыпляют. Их усыпляют. В следующую минуту специалист поясняет, что конкретно эту собаку убили не по договору с администрацией. Кто это сделал, неизвестно. И местные власти, по словам Галины Морозовой, к этому не имеют никакого отношения. Ребята рассказали, как собака с дротиком в шее билась в судорогах на земле. У нее посинел язык от этого. И все, и собака умерла. И дети, конечно, они на это отреагировали. Некоторые маленькие дети плакали. У них реакция такая была. Конечно, зачем убивать их? И на наших глазах маленькие дети гуляют на площадке. Почему жертвами стали именно эти два пса, непонятно. Дети рассказывают. Собаки никогда не проявляли к ним агрессии. Нет. Мы их сами кормили. Ухаживали за ними, как могли. И они к нам были добрые, не убегали, ничего. Ни на кого не набрашивались. И сами любили детей. Дети показали место, где обнаружили труп второй собаки. Кто-то из родителей уже убрал мертвое тельце с детской площадки. На этом месте теперь лежат цветы. Просто я собаку сильно любила. Каждый раз, когда я шел в школу, всегда провожала. Если оставить моральные принципы в стороне, то по закону отстрел безнадзорных животных нельзя производить на глазах детей. Также запрещено использование болезненных инъекций. И тем более запрещено умерщвление животного в бодрствующем состоянии. Однако нередко эти правила нарушаются. И люди закрывают на это глаза. Безжалостно взяли и отстреливали. Это не есть так. На детской площадке этого никто не делал. Как бы там ни было. Она просто пришла, ну, наверное, думал, попросить какой-то помощи. Как бы там ни было. Она тоже живое существо. Но о том, что их отлавливает, это правильно. Иногда смертоносные дротики попадают и в домашних животных. Как это случилось с собакой Данилы. Я очень ее любил. Мы ее забрали, пошли в администрацию, пожаловались и нам ответили, что они не увидели ошейника. Дети рассказали, что видели еще одну подбитую собаку с дротиком в лапе. Та металась по двору на трех лапах. А потом затерялась. Возможно, со дня на день дети обнаружат еще один труп. Субтитры создавал DimaTorzok